Вести Карачаева, Черкесия Руководитель Республики Рашид Темрезов провел совещание по реализации указов президента страны о частичной мобилизации на территории региона. О текущей ситуации доложил военком Карачаев-Чекесии Сергей Белобородов. Вместе с военкоматами в тесном контакте работают члены регионального правительства и органы местного самоуправления, а также военная прокуратура республики. Самое пристальное внимание к соблюдению критериев призыва в рамках частичной мобилизации. Рашид Темрезов напомнил, что главное требование – оперативно рассматривать обращения граждан по поводу обоснованности мобилизации. Он напомнил, что в районе организованы и работают телефоны горячей линии, каждое обращение рассматривается в обязательном порядке. Обсудили также вопросы обмундирования призванных военнослужащих из Карачаев-Черкесии. Руководитель республики заверил, что каждый из военнослужащих будет обеспечен всем необходимым снаряжением и одеждой согласно требованиям Минобороны России. Кроме того, по словам Рашида Бориспиевича, дополнительно закупаются вещи, ориентируясь на мнение военнослужащих, которые уже проходили службу в зоне специальной военной операции и имеют опыт. Мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во время несения службы. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении. Кредитные каникулы касаются самих мобилизованных, а также тех, кто находится у них на иждивении. Военнослужащие могут обратиться к кредитору о прекращении выполнения своих обязательств или уменьшении размера платежей на срок, не превышающий период военной службы. Сделать это можно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, и только если ранее по кредиту уже не предоставляли отсрочку. Кроме того, в законопроекте говорится о полном или частичном прекращении обязательств по кредиту в случае гибели мобилизованного. Депутат Народного собрания Карачаев-Чикесии 4 и 5 созывов, член фракции партии «Единая Россия» Марат Кумуков с июля этого года находится в зоне проведения специальной военной операции. В составе 11-го добровольческого отряда «Барс» он доблестно представляет свою малую родину. Как патриот и многодетный отец, который чувствует свою ответственность за то, какое будущее ждет подрастающее поколение, наш земляк посчитал себя не вправе оставаться сторонним наблюдателем. В спецоперации по защите страны и мирных жителей Донбасса он проявил себя лучшим образом и в результате представлен к награде Орден мужества за отвагу и героизм. В составе штурмовой группы он уничтожил пулеметный расчет противника и обеспечил проход группы вперед. Марат также выявил позицию диверсионно-разведывательной группы противника, которая в результате была уничтожена. В наградных документах командование представляет Марата Кумукова как храброго и инициативного бойца, способного точно оценивать обстановку и быстро ориентироваться в условиях меняющихся обстоятельств. Отмечается, что среди сослуживцев он пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Премьер-министр Республики Мурат Аргунов провел заседание правительства Карачао-Чрекеси, на котором рассмотрено около трех десятков вопросов. В первую очередь участники мероприятия одобрили внесение изменений в региональный закон об утверждении критериев, которыми должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты для размещения и реализации которых допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов. Поддержали и проект постановления правительства об определении уполномоченного органа по назначению социальных выплат и по обеспечению организации приема граждан ДНР и ЛНР, а также Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим свои территории. Кроме того, одобрили внесение изменений в республиканский закон о мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами. Более 12 тысяч новых рабочих мест планируется создать в рамках реализации модели экономического развития Карачаева-Чикесии. Об этом сообщили на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов. Напомним, в модели экономического развития республики включены пять прорывных проектов. Это развитие зеленой генерации, развитие интенсивного садоводства и строительства оптово-распределительных центров, развитие туристко-рекреационных кластеров Тиберда, Дамбай и Архиз, а также строительство горно-обогатительного комбината. В рамках реализации модели до 2030 года запланировано создание более 12 тысяч новых рабочих мест и увеличение объема налоговых отчислений в бюджетную систему страны до 12 миллиардов рублей. На совещании министр экономического развития Карачаев-Чикесии Алина Кохов доложил о ходе реализации данных проектов. Так, в рамках прорывного проекта развития зеленой генерации реализуются четыре инвестиционных проекта в области гидрогенерации общей мощностью 80 мегаватт. В текущем году, 22 декабря, в День энергетика, планируется ввод в эксплуатацию двух станций красногорских малых ГС-1 и ГС-2. В свою очередь, в рамках проекта развития интенсивного садоводства и строительства оптово-распределительных центров проводятся работы по закладке садов интенсивного типа общей площадью 500 гектаров. На сегодняшний день работы по закладке садов практически завершены, а в части развития курортов, то будет построено 4 новых канатных дорог общей протяженностью 7 км, горнолыжные трассы общей протяженностью 30 км, а номерной фонд в Тиберде и Донбай увеличится на 3000 койко-мест, то есть это 25 гостиниц, что позволит туристический поток к 2030 году довести до 2 млн 200 тыс. туристов в год. Ну и последний проект строительства горнообогатительного комбината предполагает освоение медно-колчеданого месторождения мощностью около 32 млн тонн. Депутаты 6-го созыва городской думы Черкеска провели второе в новом составе заседание после недавних муниципальных выборов. Главным вопросом депутатской встречи стало избрание нового председателя думы. По единогласному решению всех присутствующих на заседании на эту должность был избран Валерий Дедук. Избранный глава Черкеска призвал депутатов с большой отдачей работать на благо республиканской столицы и приумножить достижения депутатского корпуса. Благодарю вас за оказанное мне добилие. Обязательно приложу все усилия, чтобы оправдать его. Прежде всего отмечу, что вступив на такую ответственную должность все свои силы и знания направлю на заботу о благополучии граждан в дальнейшее развитие благоустройства родного города. Исполнение республиканского бюджета за первое полугодие этого года стало ключевой темой составшегося очередного заседания Общественного совета при Министерстве финансов Карачаева-Черкесии. Отмечено, что основным доходообразующим источником налоговых и неналоговых доходов по-прежнему остается НДФЛ – 34,2%. Как и в предыдущие годы, республиканский бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность. Исполнение расходов по социально ориентированным отраслям в общем объеме расходов составило 62,2%. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Черкесии с 2012 года вырос более чем в два раза до 38 миллионов 900 тысяч рублей. Увеличение производства происходит как за счет роста продуктивности животных, так и за счет роста урожайности. Доля региона в общероссийской стоимости всей произведенной сельскохозяйственной продукции находится на уровне 0,5%. В прошлом году аграриями республики произведено продукции почти на 39 миллионов рублей. Это на более чем 7 миллионов рублей больше показателей позапрошлого года. Экспортировано товаров на сумму порядка 2 миллионов долларов. По данным Минсельхоза Карачаево-Черкесии, за последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил более 360 миллионов рублей. Реализовано 11 крупных инвестиционных проектов. Витаминами на зиму республика обеспечена. Отечный агропромышленный комплекс республики за последние годы добился значительных результатов в импортозамещении. В Карачаево-Черкесии успешно развиваются фруктовые сады интенсивного типа. Сейчас в садах полным ходом идет сбор урожая. Комментирует заместитель генерального директора сады Карачаево-Черкесии Эдуард Байчоров. Сам процесс сбора урожая – это пиковая точка ответственности. Потому что были подготовительные работы, а сейчас мы уже выдаем результат. Поэтому мы еще в процессе сбора. Рано говорить и говорить «хоп, пока не перепрыгнул». Сейчас мы завершим этот процесс и будем подбивать результаты, уже смотреть. Должен сказать, что у людей есть настрой, люди с позитивом собирают. И это радует. В Черкесске в рамках проекта «Росмолодежь-бизнес» прошла встреча клуба молодых предпринимателей. На площадке опытные бизнесмены делились с молодежью из Карачаево-Черкесии своими профессиональными навыками, рассказывали о современных методах ведения бизнеса. Информацию комментирует заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов. Создание такого клуба предпринимателей позволит им не только, ну, с одной стороны, показать другим молодым людям, что такого рода деятельность, мало того, что работает, так еще и успешно. И стало быть, кто-то из ребят, кто может быть сомневается, может задуматься над тем, а может и мне попробовать. С другой стороны, клуб – это про то, как ребята, объединившись, могут друг друга поддерживать, как они могут делиться своим опытом, как они могут взаимодействовать, достигать какие-то запланированы для них цели. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлен незаконный скотомогильник на территории Хабецкого района. Кости и трупы крупноврогатого скота незаконно вывозили на сельскохозяйственные земли недалеко от аула Хабец. Тему продолжит государственный инспектор управления Екатерина Тутыхина. Государственными инспекторами управления Россельхознадзора проведен выезд на участок сельхозназначения, расположенный неподалеку от аула Хабец. Установлено, что на территории земельного участка незаконно размещали кости крупного и мелковорогатого скота и трупы животных. Подобный факт говорит о нарушении приказа Минсельхоза Российской Федерации об утверждении ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. Управлением Россельхознадзора ООО «Халяль» вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено утилизировать биологические отходы, находящиеся на территории в соответствии с требованиями законодательства. 21 октября в Карачаево-Ачкесе пройдет всероссийская акция «Сохраним лес», в рамках которой будет высажено 7 тысяч саженцев клена, бука, дуба, березы и ясеня на площади более 10 гектаров. Мероприятия пройдут на территории ряда муниципалитетов. Желающие принять участие в масштабной акции могут зайти на официальный сайт сохранимлес.рф, где размещена карта с информацией о локациях и подать заявку на участие. В ней примут участие лесничество, муниципальное образование республики, представители органов власти, волонтерские и общественные объединения. «Сохраним лес» – это ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Впервые ее провели в 2019 году. За три года участники высадили более 150 миллионов деревьев. Экологическая инициатива стала главным лесным проектом в России. Акция реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», национального проекта «Экология». В рамках ежегодной акции за 4 года в Карачаево-Черкесии было высажено более 10 тысяч саженцев в различных пород деревьев. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению региональных синоптиков, завтра по республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В горах местами до плюс 19. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 26 градусов тепла. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!